Ингольф Арнарсон, в некоторых источниках названный Бьернольфсоном, широко известен как первый постоянный норвежский поселенец Исландии вместе со своей женой Хальвейк Фрододоттер и приемным братом Хьорлейфром Хродмарсоном. По традиции, они поселились в Рейкьявике в 874 году. Ингольфур Арнарсон был родом из долины Реведал в Сунфьорде на западе Норвегии. Согласно исландской книге поселений, он построил свою усадьбу и дал название Рейкьявику в 874 году. Однако археологические находки в Исландии предполагают, что заселение могло начаться несколько раньше. Средневековый летописец Ари Таргельсон сказал, что Ингольфур был первым нордическим поселенцем в Исландии, но упомянул, что ирландские монахи жили в стране до скандинавов. Он писал, что они уехали, потому что не хотели жить среди вновь прибывших норвежских язычников. Книга поселений, написанная через два-три столетия после поселения, содержит рассказ о прибытии Ингольфа. В книге утверждается, что он покинул Норвегию после того, как был вовлечен в кровную месть. Он слышал о новом острове, который Гордар Сваверсон, Храф Нафлоки и другие нашли в Атлантическом океане. Вместе со своим кровным братом Хьорлейфром Хрудмарсоном он отплыл в Исландию. Когда показалась земля, он выбросил за борт свои высокие опоры сидения и пообещал поселиться там, где боги решили вынести их на берег. Затем двое его рабов в течение трех лет обыскивали побережье, прежде чем нашли столбы в небольшой бухте, которая в конечном итоге стала местом расположения Рейкьявика. Тем временем Хьорлейф был убит своими ирландскими рабами. Ингольфур выследил их и убил на островах Весман. Острова получили свое название от этого события, а Вестмены – это имя, которое скандинавы использовали для ирландцев. Говорят, что Ингольфур заселил большую часть Юго-Западной Исландии, хотя после его поселения о нем больше ничего не было известно. Его сын, Торстен Ингольфсон, был крупным вождем и, как говорят, основал Кьялорнесинг, первое учреждение или парламент в Исландии. Это был предшественник Альтинга. В 1924 году в Рейкьявике была установлена статуя Ингольфура Арнарсона по проекту исландского скульптора Эйнара Йонсона. Копия статуи была установлена в Ривидале в 1961 году. Эйнар Йонсон – исландский скульптор, автор памятника Ингольфу Арнарсону. Янсон – первый исландский скульптор, добившийся международного признания. Родился в крестьянской семье. Его родным братом был известный художник Асгримур Янсон. В 1893 году Янсон уехал в Данию. В Копенгагене он получил художественное образование у Стефана Абеля Синдинга. Первая персональная выставка состоялась в 1901 году в Королевском дворце Шарлотенбург, после которой молодой скульптор получил государственную стипендию исландского альтинга. С помощью полученной стипендии Янсон много путешествовал с учебной целью, жил в Германии и Италии. В 1915-1916 годах работал в США и в Канаде. В Филадельфии он создал памятник первому викингу, или первому европейцу, ступившему на землю Америки, Торфину Карл Сефне. В Виннипеге ему принадлежит памятник героям Первой мировой войны. Вернувшись в Исландию, скульптор много работал. Он создал находящиеся в Рейкьевике памятники королю Христиану IX, религиозному поэту Хальгримуру Питурсону, Исландскому первопоселенцу Ингольфу Арнарсону и другим. Некоторые скульптуры Янсона близки по манере исполнения работы Магюста Родина. Скульптор также создавал произведения на мифологические мотивы. В Рейкьевике создан музей работы Эйнара Янсона с прилегающим к нему садом скульптур. Арнархолль, холм рядом с центром Рейкьевика, столица Исландии. Он назван в честь первого поселенца Исландии Ингольфура Арнарсона. Рядом с ним расположены исландские министерства и на нем происходят события. Арнархолль, холм рядом с центром Рейкьевика, столица Исландии. На этом холме или вокруг него расположены многие министерства, в том числе Министерство образования и Министерство юстиции. Самый известный театр Исландии находится прямо за углом. Холм назван в честь первого поселенца Исландии Ингольфура Арнарсона. Говорят, что его рабы нашли колонны его высокого сиденья у подножия холма. Что стало хорошим предзнаменованием для викингов основать там поселение. Ингольфур Арнарсон основал свое первое поселение на этом месте после того, как провел еще две зимы в Исландии. Первую в Ингольфсхевде и третью в Ингольфсфиалле, ныне в окрестностях Хверогерди, где Ингольфур также был похоронен согласно Вландномабук. Это место имеет особое значение для народа Исландии. Революция 2008-2009 годов. Еще несколько лет назад у его подножия всегда проводился заключительный концерт ночи культуры в середине августа. Революция 2008-2009 годов.